Привет, друзья! Вы смотрите еженедельный дайджест IT-портала GESET.COM. А значит, на подходе самые интересные новости хай-тек индустрии, собранные за период с 17 по 23 декабря. Компания Splash Data уже восьмой год подряд составляет список из 100 худших паролей. В этом году она проанализировала более 5 миллионов утечек и пришла к выводу, что большинство всё так же продолжает использовать простые комбинации, которым можно легко угадать без каких-либо данных о человеке. Согласно статистике, почти 10% людей используют хотя бы один из топ-25 худших паролей, куда входят такие бестселлеры, как Password, Admin и QWERTY123. При этом 3% пользователей доверяют своей тайной бессмертному лидеру рейтинга 123456. А вы говорите, хакеры разбушевались. Первые процессоры Intel Core с буквой F в названии засветились в европейских онлайн-магазинах. Как и предполагалось, она указывает на отключенное графическое ядро. И по мнению аналитиков, от этого чипы только выиграют, поскольку сквозь эту область не будут проходить токи, а значит она сможет впитать излишки тепла от других узлов, улучшая температурный режим. В теории, такие CPU даже должны лучше разгоняться и стабильнее держать динамический разгон. Ну а пока же можно сказать, что базовые частоты новинок соответствуют обычным вариантам с iGPU, а приобрести их можно будет 3 января. В арсенале компании Gigabyte появился двухканальный комплект ОЗУ Aorus RGB Memory. Он включает два 8-гигабайтных модуля с базовой частотой 2666 МГц при задержках CL16 и напряжении 1,2 В. Также в них зашит XMP профиль, который позволяет разогнать память до 3200 МГц при таймингах CL16 и напряжении 1,35 В. Для охлаждения чипов используется алюминиевый радиатор со встроенной подсветкой RGB Fusion. Общая высота модулей составляет 39 мм, поэтому они совместимы с большинством габаритных кулеров. В продажу новинка поступит с пожизненной гарантией. Компания Team Group с гордостью сообщила, что ее 16-гигабайтный комплект ОЗУ T-Force Extreme DDR4 4500 МГц помог установить новый рекорд в бенчмарке Super P32M. Теперь он составляет 4 минуты и 4,797 секунды. При этом тестовый стенд включал материнскую плату ROG Maximus 9 Apex, процессор Intel Core i9-9900K с разгоном до 7,4 ГГц под жидким азотом и блок питания мощностью 1300 Вт от Antec. Во время установки рекорда модули работали на частоте 4,2 ГГц при таймингах CL12. А за охлаждение их внутренних микросхем Samsung B-Die отвечал стандартный алюминиевый радиатор. IT-портал Hardware Lux получил некоторые пресс-материалы касательно видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 и поспешил поделиться ими в Твиттере. Таким образом, официально подтверждено, что новинка получит тензорные ERT-ядра, а объем GDDR6 памяти составит 6 ГБ. Ранее сообщалось, что RTX 2060 будет использовать версию чипа NVIDIA TU106 с поддержкой 1920 кудоядер, 120 текстурных и 48 растровых модулей. А поскольку количество RT-ядер у старших моделей равно количеству SM-блоков, то у RTX 2060 их будет 30. В свою очередь, каждый SM-блок имеет 8 тензорных ядер, поэтому общее их количество достигнет 240. Релиз новинки запланирован на вторую неделю января. Сразу два авторитетных источника утверждают, что в середине января NVIDIA представит как минимум два графических адаптера, упомянутую только что RTX 2060 и GTX 1160. В основе первой новинки находится ядро NVIDIA TU106 и 6 ГБ GDDR6 памяти. А вторая видеокарта использует графический процессор NVIDIA TU116 с той же архитектурой Turing. Но наверняка она лишится поддержки RT-ядер и технологии Ray Tracing, которая останется эксклюзивом для линейки GeForce RTX 20. Также сообщается, что NVIDIA не планирует выпускать доступные модели в рамках этой серии, как например RTX 2050. Поэтому все новые среднеценовые и бюджетные адаптеры появятся исключительно в линейке GeForce GTX 11. В характеристиках ноутбука HP ZAN была замечена пока что не анонсированная мобильная видеокарта GeForce MX 250 с 2 ГБ GDDR5 памяти. Можно предположить, что она придет на смену GeForce MX 150, которая была представлена весной 2017. Но если предшественница использовала архитектуру Pascal, то новинка должна быть построена на базе NVIDIA Turing. Но тогда возникает вопрос по поводу памяти, ведь первые десктопные адаптеры линейки RTX 20 получили чипы формата GDDR6. Хотя и не исключено, что NVIDIA Turing может работать и с чипами GDDR5. Анонс новых мобильных видеокарт ожидается в рамках CES 2019, а возможно тогда мы и узнаем о GeForce MX 250 гораздо больше. На днях в продажу поступила флагманская видеокарта NVIDIA TITAN RTX с 24 ГБ GDDR6 памяти и нескромным ценником в 2500 баксов. Корейские энтузиасты сразу же сняли с нее оригинальный воздушный кулер и установили водоблок. После чего подняли частоту GPU до 2070 МГц, а эффективную скорость видеопамяти до 16200 МГц. В итоге таких манипуляций общий результат в бенчмарке 3DMark FireStrike достиг 31 862 баллов, а показатель графической подсистемы превысил 41 000 баллов. Ассортимент компании Silentium PC пополнился интересным корпусом. Выделяет новинку большое смотровое окно и пара RGB полосок с адресной подсветкой. Внутри же с легкостью поместятся платы с 7 слотами расширения, 4 накопителя, видеокарты длиной 370 мм и процессорный кулер высотой 178 мм. За дополнительное охлаждение этих компонентов отвечают 3 предустановленные вертушки и встроенный концентратор, к которому можно подключить еще 3 вентилятора и 2 LED полоски. Компания LG анонсировала два больших игровых монитора. Первая новинка получила 49-дюймовый экран с разрешением Dual QHD. Она выделяется 99% охватом пространства sRGB, поддержкой HDR10 и портом USB Type-C для передачи данных и зарядки подключенных устройств. Вторая же модель использует 38-дюймовую панель с разрешением Wide QHD Plus и 98% покрытием палитры DCI-P3. Она нацелена на обладателей видеокарт NVIDIA, поскольку поддерживает технологию G-Sync и максимальную частоту обновления в 144 Гц. Больше об этих новинках мы узнаем в рамках выставки CES 2019. В продаже по цене 750 долларов появился ноутбук Asus F570, который построен на базе мобильного APU от компании AMD. Речь идет о четырехъядерном восьмипоточном Ryzen 5 2500U с тактовой частотой 2 на 3,6 ГГц и видеоядром Radeon Vega 8. Помогают ему в работе 8 ГБ оперативки и терабайтный жесткий диск. За обработку графики в играх отвечает мобильная видеокарта GeForce GTX 1050, поэтому трехэлементного аккумулятора хватит максимум на 4 часа. Также лэптоп оснащен динамиками IcePower с поддержкой технологии Sonic Master и достойным набором портов, куда входит USB 3.1 Type-C. Компания Lenovo первой в мире представила смартфон на базе нового 7-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 855. В паре с ним может работать до 12 ГБ УЗУ формата LPDDR4X памяти, а емкость встроенного накопителя достигает 512 ГБ. Новинка является слайдером, поэтому 95% ее лицевой панели занимает 6,4-дюймовый Super AMOLED с разрешением Full HD+. Также аппарат получил 4 камеры с функцией Face Unlock, порт USB Type-C и емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки. Стоимость топовой модификации составляет 635 долларов. Вскоре все владельцы игровой консоли Xbox One смогут воспользоваться беспроводным комплектом Razer Turret. Входящая в его состав клавиатура получила компактный дизайн, удобную подставку для рук и полностью программируемые клавиши на базе фирменных механических переключателей. В свою очередь мышка оснащена топовым оптическим сенсором с разрешением 16000 DPI и семью настраиваемыми кнопками. Также оба устройства могут похвастать фирменной подсветкой Razer Chrome и достойным временем автономности. В продажу набор поступит в начале 2019 года по цене 250 долларов. Итак, с новостями разобрались, но на этом наш дайджест не заканчивается, поэтому пополняем запасы печенья и чая и переходим к анонсам. В понедельник мы опубликовали обзор блока питания Deepcool DQ750M. В первую очередь новинка выделяется белоснежным дизайном и очень тихой вертушкой на гидроподшипнике. При нагрузке до 400 ватт кулер работает практически бесшумно. Также порадовала современная начинка и золотой уровень КПД, поэтому все ваши комплектующие получат напряжение высокого качества без просадок и пульсаций. А пятилетняя гарантия позволит долгое время не переживать о возможной поломке. Днём позже был представлен обзор видеокарты ROG Strix RTX 2070 Advanced Edition. Главным достоинством этой модели является эффективный трёхвентиляторный кулер, который легко справляется с высоким заводским разгоном. Ещё можно вспомнить об элементной базе Super Alloy Power 2, технологии Fan Connect 2, фирменной подсветке и модифицированном наборе интерфейсов. От RTX 2070 OC Edition новинка отличается частотной формулой, поэтому у флагмана производительность в среднем на 4% выше. В итоге выбор между ними будет зависеть лишь от наличия и цены на момент покупки. В среду у нас на сайте появился обзор корпуса Cooler Master Master Case H500M. Новинка является удачным симбиозом между популярными выставочными стендами и старой доброй линейкой HALF. Здесь нет никакого акрила, только благородное стекло. А предустановленные вентиляторы получили новомодную адресную подсветку и соответствующий контроллер. Внутри же найдется достаточно места для любых комплектующих, эффективной системы охлаждения и скрытой укладки кабелей. Днем позже был представлен обзор процессорного кулера Vingo CL300-8B. Он предлагает презентабельный внешний вид с мягкой лепподсветкой, хорошее исполнение и достойную эффективность при относительно низком уровне шума. Крепление кулера выполнено просто и надежно, что в паре с высотой 160 мм обеспечивает совместимость с популярными корпусами и массовыми чипами Intel и AMD. А если TDP вашего процессора ниже 160 Вт, то можете рассчитывать на приличный разгон. В пятницу пришла очередь обзору материнской платы Asus Prime Z390-P. Она является самой доступной моделью на флагманском чипсете Intel Z390 в модельном ряду компании. Производителю пришлось экономить ради снижения стоимости, но он все же реализовал пару современных портов USB 3.1 Gen 2 и оснастил плату слотом M.2 для модуля беспроводных интерфейсов. Главной же функцией, ради которой стоит рассматривать эту модель к покупке, является разгон. Днем позже мы опубликовали обзор корпуса Vingo CS401B. При цене около 35 долларов эта новинка может стать достойной основой для недорогого компактного ПК. Во-первых, совместимость с платами формата Micro ATX шириной до 200 мм позволяет использовать даже самые бюджетные решения. Во-вторых, имеется предустановленный блок питания, который рассчитан на процессоры уровня Ryzen 3 2200G или Pentium G5500. Проблем не будет как с питанием, так и с температурными показателями. И, наконец, в воскресенье мы решили познакомить читателей с довольно интересным корпусом MSI Mac Pylon. Он получил стильный дизайн с обилием затемненных стеклянных поверхностей и просторный, хорошо продуваемый интерьер. Его ширины достаточно для установки процессорного кулера высотой 168 мм, а длины для видеокарт до 370 мм. Накопители легко прячутся за поддоном, а кабели можно аккуратно спрятать от глаз. Также порадовали приятные мелочи в виде резиновых вставок, многоразовой заглушки слотов расширения и красочной RGB подсветки передних вертушек. Ну а на этом все, друзья. Такие новости и обзоры были представлены у нас на сайте на прошедшей неделе. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и до следующего выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok